И снова всем велкам! Это снова я, Дэн Джи Пи. Сегодня речь у нас пойдет про парикмахерские в Японии. Про то, какие есть парикмахерские, какие у них услуги, какие сервисы они предоставляют и сколько это стоит. Ну и как вообще найти парикмахерскую в Японии, когда вы студент или когда вы работаете. Итак, начнем. Парикмахерские в Японии делятся на несколько типов. Это есть мужские парикмахерские, женские парикмахерские и общие. А также парикмахерские различаются по цене. Самые недорогие из парикмахерских в Японии, это так называемые тысячи йенны парикмахерские. Они расположены рядом со станциями обычно. Их можно найти прямо вот непосредственно перед выходом, там 50 метров, 100 метров. И стоит всего тысячи йен. Имеется в виду тысячи йен за стрижку. Никакие другие сервисы обычно там не оказывают. Только стригут. Поэтому если вы хотите постричься быстро и недорого, вот вы занятой как бы человек или вы студент, у вас немного денег, и вы бы хотели постричь себе быстро и недорого, то такие парикмахерские как раз для вас. Как найти парикмахерскую для мужчин? Обычно они помечаются вот такими столбиками крутящимися, трехцветными. Синий, белый, красный. Также таким значком помечаются парикмахерские, которые тысячи йенны. Обычно около станции вы можете легко найти такую парикмахерскую. И для женщин обычно там не оказывают никаких услуг и не стригут. Есть несколько, кстати, сетевых парикмахерских недорогих. Это, например, Eleven Cut, ну и тому подобное. Находятся они в моллах. Чтобы там постричься, там надо записываться заранее. За несколько часов обычно. Потому что туда очереди большие, и сразу вас никто не сможет постричь. В парикмахерских около станции обычно люди там не записываются, потому что у них просто времени нету столько ждать. И там они садятся внутри, прям в самом помещении. На стульчике ждут примерно, ну, может быть, там от получаса до часа, если много народу. И стригут их обычно 10-15 минут. Что касается цены за стрижку. Именно за стрижку. Как я уже говорил, это 1000 йен. Самый недорогой сегмент около станции обычно они, ну, или где-то могут быть у вас на районе. Там только стрижкой, больше ничего. Следующий сегмент это от 3 до 5 тысяч за стрижку. В этих парикмахерских также могут и покрасить волосы, и укладку сделать, и разные сервисы оказывают. Вот, дополнительные. Поэтому это уже не просто как парикмахерская, такая быстрая, а уже как салон красоты, можно сказать. Вот эти цены, они одинаковы как для мужчин, так и для женщин. Следующий ценовой сегмент это от 5 и выше, там от 5 до 10 тысяч йен. Это уже более элитные такие стилисты или барбершопы. Они в основном работают по своим каким-то брендам. Это не сетевые салоны красоты, и у них есть своя клиентская база. То есть они работают с определенными людьми, у которых деньги есть. Ну, я не думаю, что вы пойдете, конечно, туда, но разок можно попробовать, если у вас есть деньги. Я считаю, что можете посмотреть, как это выглядит. И почувствовать разницу между дешевым ценовым сегментом и более дорогим. Теперь, что касается сервисов, которые оказывают в этих вот трех ценовых сегментах. Самым дорогым я не был, поэтому я не могу ничего сказать, что там как. Но вот про первые два я могу рассказать. Значит, самый дешевый сегмент это за 1000 йен. Там только стрижка. При этом стрижка обычно достаточно быстрая, не особо сложная. То есть если вам нужно какие-то укладку сделать или еще что-то, там такого не могут сделать. Там только подстричь. Независимо от того, машинкой они стригут или же ножницами, цена от этого не меняется. Есть некоторые 1000 йен, парикмахерские, где вам могут также голову помыть шампунью. У некоторых это входит в стоимость, у некоторых это за дополнительную стоимость. Поэтому будьте осведомлены и спросите об этом заранее, перед тем, как заказывать. Также есть у них разные сервисы, там такие, как вас могут побрить. Вот, например, здесь опасной бритвой по бокам обычно. То есть снизу там не бреют. То есть по бокам в 1000 йенах парикмахерских могут побрить. Теперь, что касается ценового сегмента от 3 до 5. Там уже достаточно большой спектр услуг, сервисов. Как я уже говорил, это и укладка, и окрашивание, и разные интересные стили они могут вам сделать. Но если вы готовитесь к какому-то мероприятию, и вам нужно какую-то хорошую прическу иметь, или поменять немного свой стиль, то вы можете обратиться туда, и они вам все сделают. Цена за стрижку обычно 3-3,5 тысячи. Ну, в моем районе, по крайней мере. Есть и в Токио, ну, такой же средний ценовой сегмент, но они около 5 будут стоить тысяч. Ну, потому что это Токио, аренда там дороже, и цены там выше. Так, какие же есть дополнительные сервисы? Это непосредственно сама стрижка. Помимо этого, в стрижку входит обязательно мытье головы, шампунь, бритье лица, в некоторых случаях иногда и бритье ушей, ну, это по желанию, как говорится, клиента. И небольшой массаж плечей, спины и шеи также входит в стоимость стрижки. Дополнительные сервисы, такие как укладка, или же окраска волос, стоят примерно так же, как и стрижка. Где-то 3-3,5 тысячи. Если стрижка стоит 3,5 тысячи, то и покраска, и укладка будет стоить тоже около 3 тысяч за каждый вид услуги. Конечно, все зависит от непосредственно салона, в который вы приходите. Везде цены разные, это нужно смотреть уже на месте. О том, как стричься и что говорить, когда вы не особо хорошо понимаете и знаете японский язык, можно просто показать фотографии. Я начинал именно так. У меня около школы была парикмахерская недорогая за 1000 йен. И я, приходя туда, находил фотографию в интернете, которую я хотел, чтобы стиль у меня был, показывал ее. Ну а потом, когда уже после первого раза, когда меня подстригли, я уже просто фотографировал свою текущую прическу и уже показывал ее. Таким способом вы можете, ну, объяснить и показать то, что вам именно нужно. И не тратить время на объяснение деталей той прически, которую вы бы хотели без фотографии. По фотографии намного проще все делать. В крайнем случае, обычно в самих парикмахерских есть каталог причесок. И они показывают и просят вас выбрать, какую вы хотите. Вы выбираете. И они вас стригут. Эту прическу делают. Если вы в процессе стрижки видите, что что-то не то, и вам нужно как-то все изменить или исправить, там где-то что-то покороче сделать или еще что-то, то вы в этом случае говорите им. Вот вы видите, что у вас там слишком много волос осталось, и вы можете попросить, чтобы сделали их поменьше там сверху. Или, например, чтобы покороче сделали. И при этом это как бы все входит в стоимость. Когда они вот стригут сначала сзади, потом они показывают в зеркало и спрашивают у вас, хорошо ли сзади. Если вас что-то не устраивает, лучше сразу сказать, чтобы они исправили, и это все нормально. Это все также входит в стоимость. Дополнительные деньги за то, что вы попросили где-то сделать покороче или же изменить как-то длину, количество волос уменьшить, с вас брать не будут. Теперь, что касается девушек. Девушкам не так просто найти дешевую парикмахерскую, потому что те тысячи иены парикмахерские, они обычно сделаны для мужчин, и девушек там не стригут. Но есть некоторые исключения, такие как ElevenCut, например, сеть парикмахерских, находится она обычно в торговых центрах, там стригут и мужчин, и женщин за одну цену. Где-то полторы тысячи йен. Это самый недорогой способ постричься для девушек. Если же у вас рядом с домом или в ближайших станциях нет этой сети, то тогда вам придется искать уже непосредственно салон для девушек, где цены уже будут обычно от трех тысяч и выше, как я уже говорил про средний ценовой сегмент. В связи с чем это связано? Связано это с тем, что у девушек якобы больше волос и больше работы, как мне объясняли парикмахеры, работающие в салонах. Ну, тут как бы я не знаю, зависит, конечно, от девушки. Некоторые девушки с короткой стрижкой ходят, некоторые с длинной. Тут уже зависит от человека, но цена при этом не меняется от количества волос и от количества работы. Также, если вы приходите туда и заказываете какой-то комплекс услуг, обычно в парикмахерских за три тысячи и выше там нужно также записываться заранее. В Японии вообще все делается по записи. Любое посещение доктора, любое посещение парикмахера, любое посещение каких-либо учреждений, все делается по записи. Исключение составляет только муниципалитеты. Там можно прийти и записаться уже непосредственно в самом муниципалитете в это время. Что касается более дорогих салонов, от пяти тысяч и до десяти тысяч и выше, то я в них не ходил, я не могу сказать, что там хорошего, что там плохого и как они там стригут. Это уже, если вам интересно, можете пройти, посмотреть и попробовать сами. Но сразу скажу, что в Токио такие часто встречаются салоны. И если вы у себя около дома нашли только такой дорогой салон, не поленитесь, пройдитесь, прогуляйте, посмотрите. Скорее всего, есть более дешевые салоны. Возможно, что качество будет лучше в тех элитных салонах, где за пять тысяч и выше. Но не факт. Возможно, качество будет такое же, как и в салонах за три тысячи. Тут уже зависит от места, от человека и от его лояльности к вам. Но обычно уже за три тысячи можно получить достаточно качественный сервис, и он будет соизмерим с теми деньгами, которые вы заплатили за эти услуги. Ну вот и все, что я сегодня хотел вам рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться, ставьте лайки. И делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А с вами был Дэн. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok